Как говорить правду людям и при этом их не обидеть? Какое-то количество психических сил, интеллектуальных сил, душевных сил. И исходя из этого количества человек может принять то или иное количество информации. Известен такой факт, например, что в Штатах были школы смешанные для негров, для белых, для остальных. Негры воспринимают информацию несколько раз медленнее. То есть с генетикой проблемы и с механизмом более примитивный. Если они сидят в классе, например, с белыми, то либо белым неинтересно делать там нечего, либо если дается информация для белых, то негры не успевают это понять. Многие будут люди говорить, что это неправда, что всякое такое, но уже было проведено огромное количество тестов, и в Америке даже пытались разделять школы на негров и белых. Я не имею в виду семи с белыми, у кого родители алкоголики, я имею в виду нормальных людей. То есть у каждого человека свой уровень включения в те или иные энергии. Поэтому эти вещи нужно учитывать. Когда вы даете кому-то информацию, нужно понимать, сколько человек информации может усвоить. Будет критические ситуации, да, и там в критические ситуации, как говорится, практически все хорошо. Но по ситуации, конечно. Поэтому у каждого человека есть свой уровень восприятия и усвоения информации, и эти вещи нужно понимать. То есть общаясь с человеком, вы должны понять, сколько информации он, как говорится, возьмет. Потому что важно не просто человеку высказать что-то, а чтобы высказанное было принято, чтобы человек смог это усвоить, чтобы у него хотя бы возможность усвоить была, чтобы не было перегруза информации. Поэтому нужно эту информацию научиться дозировать, научиться видеть, сколько человек может взять. Опять же, если вы разговариваете с ребенком, вы разговариваете с взрослым человеком, вы разговариваете с интеллектуально развитым человеком, вы разговариваете с человеком чувствительным, но плюс еще того, как это подавать. Надо так подавать информацию, чтобы человек это мог взять в его форме. Если, например, говорить математику на языке живописи, на языке музыки, многие вещи может понимать не будет, у него другой склад ума или наоборот. Человеку с техническим восприятием понимания мира говорить на языке искусства образно, ему тоже будет сложно понимать, поэтому нужно подавать информацию, исходя из той формы, в которой человек привык информацию воспринимать. И по мере того, как сознание будет расширяться, понимание углубляться, эту информацию можно увеличивать и, возможно, где-то обобщать. Надо понимать, с кем человек вы разговариваете, поэтому нужно научиться разбираться в людях, поэтому нужно научиться чувствовать людей, поэтому нужно научиться тестировать людей, на каком уровне человек находится, чтобы давать информацию согласно его возможности. В чем зачастую такая проблема? Когда кому-то дается информация, предположим, и она может быть несложная, то есть для вас она ерундовая, для другого человека это может быть уровень еще 50 лет глубокой работы с этим вопросом. То есть для вас эта чепуха, для него очень сложно. Я сам лично столкнулся с подобным вопросом, когда пытался людям объяснять вещи, которые для меня были простейшие, понял, что люди еще через это не прошли. То есть люди с интересом слушали вещи, которые на меня как бы детский сад. То есть есть какие-то вещи, которые для кого-то, может быть, еще более развиты в том или ином направлении, более того же, как детский сад, для меня не будут сложными до тех пор, пока я не научусь эту информацию воспринимать, либо не выйду на эту систему знаний, на какой-то способ обработки информации. Поэтому научитесь разбираться в людях, развивайте себе умения, способности, используйте способности, выбирайте то, как вы будете говорить, в каком количестве будете говорить. И еще и понятие своевременности. То есть есть такая ситуация, когда человеку нельзя ничего говорить, когда у человека стресс, то есть ему определенную информацию давать просто нельзя. Это говорится о психологическом знании о человеке. В принципе, человек с сильной интуицией эти вещи чувствует сам. Есть понимание, то есть есть интеллект, и когда вы смотрите на человека, вы по его внешнему виду, по чертам лица можете видеть уровень интеллекта. Исходя из этого понимания, вы будете дозировать информацию. Если у вас есть сильная интуиция, вы можете почувствовать, какой энергетикой обладает человек. Уровень энергетики, уровень тонких тел говорит о том, какого качества информацию такой сложный человек может воспринимать. Кто-то воспринимает ментальную информацию, кто-то воспринимает образную информацию, кто-то воспринимает фон. И этот фон несет для него больше информации, чем даже сказанные слова. Особенно это сильно проявляется у детей, они лучше воспринимают фон. Очень сильно это работает у животных, они больше воспринимают фон, то есть то, что человек вкладывает на уровне эмоциональной энергии сказанные слова. Основная смысловая нагрузка лежит, например, в основном для них в эмоциональном фоне. Субтитры создавал DimaTorzok